Мои дорогие, привет-привет! И снова о жизни пенсионеров в Швеции. Так ли она замечательна, как бы вам хотелось? А многие люди говорят, что вот у нас нет такого ухода, который вот у вас. И я знаю, что многие иностранцы сюда приезжают, чтобы у них была спокойная старость. Я очень много людей видела своего возраста и моложе гораздо, даже в школу, когда я ходила. Я спрашивала, зачем вы сюда приехали? Ну, те, кто приехал, как я, замуж, я, конечно, не спрашивала, потому что это очевидно, да? Но были люди, приезд которых мне был совершенно неясен. Вот были люди из, на мой взгляд, из очень благополучных стран со всего мира, да? И ответ был очень часто такой, что я приехала или приехала сюда за уходом, потому что, когда я буду старым, в моей стране такого нет. Но, мои дорогие, всё не так просто. Это уход, когда вы совсем уже будете, как говорится, больны, если вдруг вы будете больны. Никто уже не знает, как он будет болен в старости. Может, ему не понадобится такой уход, да? Людям всего мало, и им хочется больше, больше, больше. В том числе и получить уход, который, как говорится, бабка на двое сказала, будет ли он нужен. Так вот, сегодняшний разговор о том, что в Швеции нет активного долголетия. Такой программы нет. Первый раз я о такой программе услышала из статьи. Молодой человек, педагог, рассказывал о своей жизни в Израиле. И он рассказывал, что вот в Израиле такая программа есть. Он учил их рисовать и рассказывал о своей жизни. Рисовать и вот это вот лепить что-то. И он рассказывал, что в Израиле такая мощная поддержка идёт для пенсионеров. Кстати, я много раз слышала, что там хорошо к пенсионерам относятся в плане и медицины, и в плане вот этих занятий. Что всё это оплачивается государством. Я знаю многих людей, которые ходят в Москве на активное долголетие. В театры они ходят бесплатно. А потом что-то там у них чай, кофе бесплатно. Что там ещё у них? Ну, какие-то занятия, лекции. Да, всё это бесплатно. У нас в Швеции этого нет. Но я, честно говоря, думаю, что со временем это тоже будет. Всё течёт, всё развивается и будет. В Англии я видела, что соседи собираются, какие-то такие активности для соседей есть. Наш кооператив пробовал собираться. Были объявления. Я несколько раз ходила. И девочки молодые, которые должны были это вести, вместо того, чтобы какие-то радостные устроить такие мероприятия, там было тихо сидеть, слушать. И по три часа я там отморозила себе всю пятую точку. Естественно, я туда больше не пошла. Как-то вот у нас не получилось социализоваться здесь. Хотя я знаю, что есть в Швеции... Вот у меня одна подруга. У неё тоже она же в кооперативном доме, как я. И тоже есть кооператив, то есть правление кооператива. И они куда-то там ездят, выезжают, отдыхают. Да, она, конечно, за это платит. Это не бесплатно. Но кооператив договаривается, поскольку много человек едет. Они едут со скидкой. Это очень хорошо, когда соседи, да, соседи из одного дома взяли и поехали. Допустим, поехали в соседний город на выходные. Хочешь, бери мужа, ребёнка, хочешь, езжай одна, всё равно будет весело. Вот в моём доме, знаете, соседи даже некоторые и не хотят даже здороваться. В основном, конечно, не хотят здороваться люди, как ни странно, в возрасте. Молодые, я здороваюсь с молодыми, они здороваются, улыбаются, смотрят прямо. Ну, у нас разница в возрасте большая. Понятно, что у нас общих интересов никак быть не может. А старые почему-то очень некоторые враждебно настроены. Вот так, мои дорогие. С чем связано, я не знаю, не говорю, что все. Но я думаю, честно говоря, я думаю, что связано с тем, что уже начинается кукушечка с возрастом. Люди таблетки не пьют, и они боятся. Мне одна женщина сказала, что, старушка уже, что она боится здороваться с соседями, а как бы чего не вышло, понимаете, да? Как бы чего не вышло, что здороваться – это опасно, это опасно. Да, солнце просто село, светило, светило, раз, и что резко заточено. Вот сейчас опять выходит. Да, хорошая погода у нас. Но, 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 у меня батарея работает на всю мощность, несмотря на хорошую погоду. И, у меня сапоги на ногах, да, я уж, наверное, поднимать-то тут сильно не буду, лапу, да. Ну, ладно, подниму, вот я в сапогах, да, в ботиночках своих я не буду снимать, потому что по ногам сильно дует. В первый год я покупала много свечей и ставила их возле двери ночью, чтобы как-то какая-то завеса была, чтобы так сильно они дуло с пола. А сейчас я уже там покупаю, стеолин пахнет, в общем, мне не хочется это покупать. Вот так вот, вот так вот, мои дорогие. То есть хорошо там, где нас нет. В этой стране хорошо одно, в другой стране хорошо другое. А вот в Израиле там всё хорошо было, да, но там очень жарко, тоже не каждому подойдёт. То есть надо смотреть, где и чего. Когда я ездила в Калифорнию, я вообще думала, что я вот хотела бы жить в Калифорнии, я вот поеду посмотрю, а вот вдруг чего, я вот потом вернусь, и вот там вот это, останусь, такой вот замечательный рай, Калифорния, Калифорния. Но единственное желание у меня было просто удрать из этой Калифорнии. И день, когда у меня кончился контракт, был для меня, наверное, счастливым за эти три месяца самым. И я следующий день уже всё, я уже ехала домой, и мне уже кроме родного Новосибирска, уже вообще ничего не надо было, просто ничего. Поэтому переезд в другую страну, люди думают, вот там вот такая программа, когда я буду старым, вот там вот это, вот там вот то. А приезжают и разочаровываются. Оказывается, эта программа не такая, какая она им виделась. И может быть вообще нет такого привычного образа жизни. То есть уезжать в чужую страну вот за какими-то, изначально зная, что ты вот приехал в эту страну получить вот такие вот блага, то есть я считаю, что это неправильно, что если человек выбирает себе вторую страну, вторую родину, да, человек должен быть гражданином, должен вести себя достойно и по отношению к своей первой родине, и по отношению ко второй родине. Родину не выбирают. Ну вот так случилось, что вот эта вторая страна стала вашей второй родиной, да. Родина, она даётся, наверное, сверху. Мы же не выбираем маму, папу. Я бы ни за что бы себе такого папу не выбрала. Ну никогда, ни при каких условиях. Ну вот так вот сложились звёзды, да. Поэтому думать, ой, они там вот живут вот так вот, а мы вот так вот. Откройте окошко, смотри, что-то мышло такое произошло. Так думать не приходится. Вот одна, один город, да, два кооперативных дома стоят рядом. И в одном кооперативном доме веселье между людьми, они общаются. И другой кооперативный дом точно такой же стоит рядом. Там люди не хотят сильно здороваться, да. Там, где живёт моя подруга, там тоже много иностранцев, много приезжих. И тем не менее, они находят общий язык с друг другом. Они общаются, да, общаются, даже, говорю, вместе куда-то ездят. И праздники у них есть, все организованные. Тут же у себя в кооперативе. У нас тоже были когда-то, но потом это всё сошло на нет. Вот, я перестала ходить, потому что приходишь, и с тобой там не разговаривают. И, ну, я перестала ходить. Я говорила про это много, я говорила про эти праздники, как мы здесь живём. У нас спортивный зал тут есть в этом же кооперативе. То есть не хочешь ходить в качалку, я не хожу никуда. Ходи, ради Бога, здесь. И сауна здесь есть в этом же нашем доме. Сколько-то стоит, не помню. Нисколько, ну, недорого, но я тоже ни разу не была и даже в окно увидела. То есть ты меняешь не только страну, да, когда ты приезжаешь куда-то, но ты ещё меняешь людей. И ты не знаешь, какие тебе люди попадутся. Тебе могут попасться очень хорошие, приветливые люди, а могут и нет. То есть надо, перед поездкой, вот, втукнуло в голову, да, пенсионеры в Швеции живут лучше, чем вот я, допустим, здесь в Болгарии. Вот. И поехали. Я встретила одну девочку из бывшей страны СНГ, она была намного моложе меня. Она работала как раз вот этом вот Эльдре Буэнде, доме для пожилых людей. И она рассказывала с восхищением, что она хотела бы там на старости лет жить. Но, ну, 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 туда берут действительно очень старых пожилых людей. Бабушку красавца взяли туда, когда ей было, так, 96 она ушла. То ли ей было 93, то ли даже 94. И она не была дементная. И она этого места добивалась несколько лет. Она не хотела оставаться в доме одна. Вот. Поэтому. Вот эта девочка из Болгарии, она решила, что она уж точно будет жить до 96 лет. Ей уж точно дадут место в таком доме. Ну, вот так вот. Судите сами, да. Судите сами. К свекру моему также эта компания приходит. Как называется, хемчест по-шведски. Компания это по уходу. Также второй час они приходят. Плюс они еще убираются на первом этаже. Я про них могу сказать только хорошие слова. Они очень спокойные люди, очень вежливые. Очень с ним возятся. То есть, они работают очень хорошо. Я очень благодарна и рада, что вот такие люди заботятся о моем сверкле. Ну, мои дорогие, дай бог, конечно, нам каждому иметь такой уход в старости, если он нам понадобится. А кто-то хочет активного долголетия, да. Кто-то хочет активного долголетия. Моя подруга, она уже была пенсионерка, когда мы познакомились. Она мне говорила, что вот ей бы хотелось каких-нибудь активностей для пенсионеров. Она была такая еще, она внезапно ушла. Она была женщина очень активная. И она расстраивалась, что я не езжу на велосипеде. Ну, я правда. Да, у меня есть велосипед. Но я все пытаюсь на нем ездить. Я на нем не езжу. Вот. Не катаюсь. То есть, и она хотела, она говорила, что в ее молодости были танцы, шмансы, обжиманцы. А сейчас их куда-то, ну, нет таких больше танцев, шмансов. А по интернету она знакомиться не хочет. И она вообще, может, не хочет знакомиться. Она просто хотела бы куда-нибудь сходить для пенсионеров потанцевать. А в ее молодости танцы были и для молодежи, и для среднего возраста, и для пенсионеров. Ну, просто в клубах были организованы танцы. А вот она говорила, сейчас такого нет. Да, действительно, у нас, к сожалению, для людей среднего возраста и для людей пожилого возраста, лично я не видела никаких таких вот активитис, да. Никакой такой деятельности. Все, мои дорогие. Все рассказала. Чао. Жду ваши комментарии. А, жду вас на Дзен-канале. Да, да, да. У меня там немного другие видео. Пока. Счастливо.